Итак, люди, здравствуйте, с вами снова Картон Картонович. Сегодня мы будем проходить карту от подписчика с каким-то очень жутким непонятным сюжетом. Мне в письме было написано то, что какой-то хейтер-инженер похитил моего подписчика. Всё, больше ничего не знаю, поэтому мы посмотрим, что это за такая карта. Единственное, что я знаю, что мне пришлось установить специальный ресурс-пак со специальными звуками, поэтому обещает быть довольно-таки интересно. И на этом всё, больше ничего не знаю. Сейчас будем читать кафедры и так далее и тому подобное. Ребят, надеюсь, вам видос как бы ну зайдёт, немного там понравится. Возможно, вы его лайкните, там наберём 102 лукаса, было бы здорово, ну так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, рандомный комментоз. Залетает тут Никита, который пишет, у меня мышка сломалась, теперь играть не могу, зато могу смотреть тебя. Никита, я желаю скорейшего выздоровления твоей мышки, ну или же приобретения новой мышки. Надеюсь, ты снова сможешь скоро играть. Ну, а пока что, да, можешь посмотреть дичь на моём канале, как хочешь. Не знаю, смотрите, не смотрите, я думаю, мы звук сделаем. Но хотя и так громкий, давайте приступать, добро пожаловать на нашу первую карту для тебя. Эту карту сделали для Канистра, для Канистры, The First Pilot и Firecracker. Окей, сюжет этой карты заключается в том, что твой безумный хейтер-изобретатель похитил одного твоего подписчика, внезапно ты просыпаешься в непонятной комнате и тебе... О, я только заметил, здесь опять 100 страниц в этой книге. Опять мы приехали, ну понятно. И тебе предоставляется два выбора. Ставить подписчика умирать и уйти, или спасти его. Пройдя четыре сложных испытания, на карте есть пасхалки, предметы, которые нужно собирать. Для прохождения они не так уж сильно спрятаны. Слева и справа от тебя демонстрационные блоки с эффектами для паркура. Это наша первая карта. Поэтому извиняемся, если будут серьезные недочеты и грамматические ошибки. Ребят, не парьтесь и не нужно передо мной никогда извиняться. Весь мой канал это одна гигантская грамматическая... Просто ошибка, друзья. Ну да ладно, хорошо. При первичном осмотре карты мы не смогли выявить ошибок, но возможно они проявятся конкретно у тебя. Ну, посмотрим. У меня всегда какие-то проблемы происходят, поэтому окей. Поэтому ты можешь использовать в крайнем случае читы. Спасибо. Надеюсь не буду. Ну да ладно, сразу хотим сказать, что карта возможно будет долгой. Поэтому наберитесь терпения. Да вообще не парьтесь, я пройду. Желаем удачи и... Сто страниц, друзья. Мои любимые, я обожаю кликать бесконечно на стрелочку вперед, чтобы увидеть, а что же там на сотой странице. Там же какая-то очень важная инфа. Сто процентов будет, правда ведь, друзья. Ладно, мы уже почти здесь. Что здесь? Что? Ну что? Ну что? Ну что? 15 июля 2021 года. День тупых тиммейтов. В CSGO. Также в этот день была написана эта книга. Стоп, погодите. День тупых тиммейтов? Реально есть такой день замечательный. Я что-то новое сегодня узнал. Не да, друзья. 15 июля была написана эта книга. То есть они мне сделали эту карту. Ребят, уже скоро очередь будет в год. Это же... Это жесть, друзья. Я вам расскажу небольшой секрет. Возможно, для кого-то это не будут очень хорошие новости. Но, ребят, как я сказал, очередь уже почти в год у нас копилась. Поэтому я в последнее время пропускаю некоторые карты. Некоторые. Которые, ну, очень в простом стиле сделаны с испытаниями, которые мы уже видели миллион раз. То есть типичная карта, где три уровня. Паркур, лабиринт и выживание. Если я вижу такие карты, ребят, ну, в миллионный раз играть такие... Извините, я знаю, что вы старались. Но, ребят, настолько крутых карт ждет меня, так сказать, и вас в очереди, когда я наконец-то в них поиграю. Поэтому мне приходится хотя бы некоторые пропускать, чтобы побыстрее идти по нашей, так сказать, очереди. Потому что, ну, ребят, надеюсь, вы поймете меня. Поймите, потому что карт очень много. На почте я хочу поиграть во все. И есть люди, которые так сильно старались, делали супер-мега какие-то крутые карты. Поэтому нужно поскорее от них находить. Надеюсь, вы меня понимаете, друзья. Надеюсь, вы согласны со мной. Поэтому, что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь. Поддительное вложение. На протяжении всего прохождения будут стоять лифты, на которых нужно будет ездить. Проблема в том, чтобы загрузить нужные командные блоки, нужно время и чанки, на которые ретестованно будет прогружаться. Поэтому тебе придется ждать, наслаждаясь поездкой на лифте. Чтобы не сломать карту, не рекомендуется нажимать на лифтовые кнопки дважды. Даже учитывая то, что установлена система от двойных нажатий кнопки. Окей, хорошо? Очень важная просьба, будь терпеливым. Поскольку, как уже было сказано, нужно будет ждать какое-то время для продвижения сюжета. Чтобы понять, сломалась ли карта, прислушиваясь к звукам в ресурс-паке, которые я выслал дополнительно в письме. Мы его установили. Хорошо? Хорошо, если очень долгое время не будет телепортировать, я скажу, на какие координаты телепортироваться. С учетом движения сюжета. Поэтому это будет являться спойлерами. Надеюсь, что до этого не дойдет. А, ну окей. Да, мне он в почте также скинул эти координаты. На всякий случай. И правила. Наконец-то мы до них нашли. Не читерите по возможности играть в Adventure Mode. Я в Adventure Mode. И так уже нахожусь. Отлично. Прорисовка десять чанков. Поэтому мы выставим без проблем. Из десять чанков. Замечательно. ФОК-70. Ребят, нет. Я отказываюсь. Я отказываюсь слушаться. Я не могу играть в ФОК-70. Это очень непривычно. Это очень странно. Я слишком приближен. Вы терпеливо бы прислуживаться к звукам? Звук 50%. Они сыграют не последнюю роль в понимании происходящего в атмосфере. Звук у меня хорошо, нормально. Стоит оценить карту от 1 до 10. Обязательно с пожеланиями. По возможности удачи. Фух. Сколько. Сколько я зачитал-то сегодня. Окей, давайте посмотрим. У нас есть. Убивает красный спампоинт. Желтый. Убирает эффекты серый. Терпортирует в лобби зеленый. Скорость прогулки. Ребят, я же вот все это забуду. Поэтому мы просто будем по прохождению уже понимать. Временная левитация. Постоянная левитация. Ну да ладно. Все. Гоу. Подождите. Идет подготовка карты. Оу. Стремные звуки уже слышны. Идет сохранение. Идет подготовка карты. Хорошо. Хорошо. Звучит интересно. Слушайте сюжет. Очень-нибудь удивлен Канелс. Меня кто-то спрашивает. Я думаю, да. Ведь не каждый день очнешься в камере, которой уже не одна сотня лет. Ты задашься вопросом. Где ты? Ты находишься очень глубоко под землей. Так ты спросишь. Зачем? Ты должен выбрать сыграть в смертельную игру. И дать этому твоему подписчику выжить. Или уйти. С печальным для него и для тебя последствиями. Ах да, забыл тебя выпустить. Выходи. Ребят, ну, конечно же, я пойду спасать своего подписона. Здесь вообще вопросов нет, друзья. Потому что подписчики это самое дорогое, что есть вообще. Потому что если бы не было бы подписчиков, не было бы канала бы Кейна, не было бы Кейна, не было бы вообще ничего. Поэтому все благодаря вам, друзья. Поэтому спасибо, что смотрите. А подписоном мы спасем. А меня собираются выпускать? А да, собираются выпускать. Слушайте, а звуки-то реально атмосферные. Я надеюсь, вам это слышно. Вроде как должно быть слышно. Окей, в сундуке ничего нет. Я замедлил. У меня слепота. Ничего не понимаю. Что происходит? Куда мы идем? Здесь кровища. Здесь сосульки. Здесь красный текст. Камера для испытуемых. Замечательно. Ух, хорошо. Надеюсь, это не хоррор карта. Хотя, похоже на хоррор карту, друзья. На самом деле. Камера для испытуемых. Выход. Ну, погодите. Так, куда мы идем тогда? Выход? Нет, мы выход не идем. Мы идем в... Мы идем спасать подписанный. Я правильно понял? Идет сохранения. Окей. Хорошо. Как будто бы я реально играю в какую-то игру. Тут сохранялки. То есть, автоматически идут. Что ж, ты решил спасти его? Тебе представлены четыре испытания. В каждом из них ты должен найти по одному знаку. Они выглядят необычно. Замечешь. И знай, время не резиновое. Окей, время... Что значит, время не резиновое? То есть, у меня... У меня есть время, за которое я должен это все пройти? Окей. Автор мне написал. Здесь будет выживание, но оно очень небольшое. И труда не составит его пройти. Ну, ребята. Я сейчас сойду с ума. Ну, ладно. Хорошо. Мы пройдем выживание. Хорошо, что на первое мы его поскорее обернись. О, черт. Как? Что? Куда обернись? Куда обернись? Я боюсь. Не надо меня пугать. А, погодите. Лифты. Окей. Ага. Скажи честно, а ты любишь выживание? Я думаю, да. Поэтому мне приятно смотреть за тем, как ты выживаешь. Тебя не интересует, кто это все подстроил. Я бы расспросил того около... О, 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 о. Слишком много текста. Куда? Куда улетел? Того, кто это подстроил миллион... Того около миллиона раз. Но за это меня бы уже не было бы на свете. Мне всегда было интересно, как Джон Крамер строил свои игры. Что такое Джон Крамер? Что-то знакомое. Погодите. Джон Крамер. Но мне всегда не нравилось, что он использовал подвалы, а не пещеры. Мне надо бы наведаться к психиатру. Окей. А то несу бессвязную муть. Или просто начать читать побольше. А можно и две вещи совместить. Психиатр и читать. Обернись. Окей. Мы, по идее, сейчас едем на лифте. Как мне было написано... Как нам было написано в правилах. Вначале нам нужно подождать. Итак, твои первые испытания выживания. Окей. Спасибо. Оно отличается от привычных тебе выживаний. А, ну вот это звучит хорошо. Но могу сказать одно. Собери четыре кристалла, чтобы постоянно не возвращаться. Удачи. Собери четыре кристалла, чтобы постоянно не возвращаться. Опа. Мы, походу, приехали. А вот и оно. Вуаля. Погодите. Мне не дали сурвайвел, если что. У нас есть портал. У нас... Голос из лифта. Двери закроются через один, два, три. А вот и меня в сурвайвел перекидали. Блин, круто. Я вижу... Я вижу обсидиан, который нам, по идее, нужно будет сломать, чтобы открыть сундук. Правильно ведь, друзья? Правильно я понимаю? Хотя, как мы его откроем, если здесь барьеры? И нужно ли нам идти в ад? Вы видите, что у меня происходит с моими анимациями? Мои анимациями текстур. Каким-то магическим образом. Я не понимаю, что происходит. Но когда я запускаю Minecraft версия 1.17.1. А это карта на этой версии. С Optifine. Почему-то мой антивирус, а у меня антивирус Аваст, он реагирует на Optifine и думает, что это какой-то вирус. Ну, не вирус, а какой-то там blackmail. Я не помню, что там написано. Но, короче, каждый раз, когда он реагирует на это, когда я запускаю Minecraft, у меня нет анимации. Нет анимации ни огня, ни портала, ничего. Во, это странно, друзья. Я не знаю, почему так происходит. У вас такое было. У вас кто-то знает, как это пофиксить. Но да ладно. Так, чем мы занимаемся? Выживание, да, говорите? Выживание, мое любимое. Ох, как я его обожаю. Автор мне написал в почте. Я здесь не соврал, что оно реально небольшое. Поэтому, ну, давайте, я не знаю, будем копать. Что, в обсидио. Стоп, камень. Окей, погодите. Откуда здесь обсидио? Что он здесь забыл? Что он здесь делает? Окей, давайте посмотрим. Я вижу, железо уже. Это хорошо. Но прежде мы, конечно же, конечно же, сделаем акирку. Я не буду пропускать это выживание. Потому что, ну, по идее, оно какое-то необычное должно было быть. Раз уж автор мне сказал. Но вы все прекрасно знаете, как я отношусь к выживаниям. Ребят. Ну, ребята, ну, ребята, ну, ребята, ребята. Посмотрите, вот пол бодрога вы уже здесь. Поэтому, по идее, мы должны это быстро пройти. Правильно или неправильно. Так, три железа есть. Гоун обратно наверх. И будем, наверное, что мы делаем? Мы будем, 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 будем делать печку. Первым делом делаем печку. И нужно будет переплавить всю эту железяку. Непривычно играть на версии 1.17 в выживание. Такого мы не делали. Кстати, уголь есть? Или мне что, нужно доски использовать? Не хочется доски использовать. А вдруг мне понадобится? Потому что дерево-то было всего лишь одно. Ну, да ладно. Хорошо. Хорошо, угля я все равно не вижу. Я вижу алмазы. Я вижу какие-то рандомные куски обсидина. Не знаю, что они здесь делают. Видимо, алмазы, по идее. Значит, не должно это быть сложно. Их все найти будет, да? Правильно, я понимаю, или неправильно. Но, конечно же, сюжет и сама карта сделана довольно-таки интересно. Мне нравится прикол со звуками. То, что мы теперь слышим лифт, когда едем и так далее, и тому подобное. Это звучит круто. Мне можно вот это ломать или, наверное, все-таки нет, да? Да, нет, но я, да. Ребят, мне нужно было попробовать на всякий случай. Хорошо. Одни алмазы мы только нашли. Одни алмазы, это, конечно, весело, но это не то, что мне нужно. Мне нужно три алмаза, да? Правильно. Мы можем пойти в ад, но подождите. Прежде чем мы пойдем в ад, я все равно хочу на всякий случай добыть этот... Этот, этот самый, этот самый сундук посмотреть, что в нем будет. Потому что, а вдруг, если мы попадем в ад, там потом мы не вернемся. Откуда я знаю, друзья? Откуда я знаю? Мне сказали соберить четыре кристалла. Опять же, будут ли эти кристаллы где-то... Я вот не знаю. Вот, например, если мы сломаем этот апсидио, что-то под ним будет? О, май гад, я не знаю, друзья. Вот, например, для чего здесь этот апсидио? Он что-то скрывает от меня? Вроде бы он ничего не скрывает от меня. Поэтому я не знаю. Возможно, они просто разбросаны рандомно. Поэтому, наверное, мы не будем их долбить. Мы, то, что мы делаем, мы делаем бум, мы делаем бум. У нас есть алмазная кирка. Теперь, по идее, что мы делаем? Мы забираемся вот сюда. И, по идее, долбим. Ребят, ну, с вашего позволения. Ну, вот, ну, скип. Ну, ребят, ну, даже будет... Я не хочу долбить апсидио. О, кристалл, отлично. Первый кристалл есть. Замечательно. Было написано, собери четыре кристалла. Там что-то есть наверху? Вот одну секунду. Мне нужно проверить, наверное, всякий случай. А то вдруг отменяется... Опа. Опа. А я же аж таки думал, что это делает. Вернуться на поле выживания. Окей. Погодите, это что, паркур? Погодите, что я здесь делаю? Вообще. Вернуться на поле выживания. Одну секунду. Если мы вернемся? А если мы зайдем в ад? Давайте... Я хочу осмотреться сначала, чтобы немножко понять, что здесь такое происходит. Хорова. Серьезно. Курица. Серьезно. Ну, ребят, как мы можем видеть, автор совместил мои два любимых испытания. Это выживание. Обожаю выживание, вы все это знаете. И найди нужную кнопку из миллиона одинаковых кнопок. Это же так весело, бесконечно. Кликать и кликать и кликать и кликать на кнопочки. О май гад. Я просто обожаю. Что мы... Что мы... Погодите, мне дали один кристалл, кстати, только что. Мне дали кристалл. Окей. И что это означает? Что я могу отсюда идти, или же мне нужно продолжать кликать на кнопки? Потому что кто знает, а вдруг тут еще будет как... Уйди отсюда. Отойди. Отойди. Она застряла в кнопке. Окей. А вдруг это нужна мне кнопка? Что мы делаем? Уйди. Нет. Вот за что, автор? Вот за что? Вот за что эти... Уйдите оттуда быстро, 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 быстро ушли. Наконец-то, боже мой. Встаньте от наих кнопок, не нужно все проверить. А тебе что-то не надо. А, ладно, ребят, я вернусь к вам, когда проверю все кнопки, потому что вдруг мы пропустим один кристалл, и я ничего не хочу пропускать, поэтому... Да. Так, ну, ребят, ну все, я проверил все кнопки, ничего здесь нет. Я просто потратил кучу времени зря. Ну, ну, так и было, окей. Хорошо, договорились. Ладно. 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 Четыре кристалла, сказали, да? Четыре кристалла, значит. Один наверняка будет вот в этом паркуре, да? Но где тогда еще один? Вот в чем... Вот в чем самый главный-то вопрос. Вот в чем самый главный-то вопрос. И вообще, когда я найду четыре кристалла, что мы делаем? Мы... Мы куда... Мы куда идем? Ну, это непонятно пока что. Ну, ладно. Это какой-то... Какой-то тип паркура. Ну, давайте посмотрим, куда он нас ведет. Шульки. Погодите, я вообще допрыгну до туда? Я что-то вижу. Синий блок почему-то. Ну, окей, хорошо. Каким образом я должен допрыгнуть... Куда? Туда? Серьезно? Погодите, это же вы же... Меня не перекинули в адвенчур, если что. То есть я могу читерить? Я могу читерить, друзья? Я... Я... Я могу? Наверное, не могу, друзья, но... Точнее, не разрешено, но я могу. Вот в чем... Вот в чем прикол. Так, здесь барьер, поэтому мне нужно каким-то образом прыгнуть туда. Значит, мы делаем раз и мы делаем два. Замечательно. Здесь я хочу немножко сократить мне путь, поэтому мы сделаем вот так. И вот... Да, не вовремя. Каликнул. Так. Окей. Окей, окей. И то, что я хотел сделать с самого начала, это примерно следующее. Ну, что ты делаешь? Окей. Ага. Ага. Вуаля, друзья, вуаля. Ну, и, конечно, здесь нет никакого сохранения. То есть я все это должен пройти с одного раза, с первого раза, да? Ну, то есть, ну, зараз. Ну, то есть, вот так вот, да? Если я сейчас не допрыгну до сюда, все. Я, я, я сейчас сгрызу камень какой-нибудь. Я не знаю. Ну, за что? Чем я выменяю? Чем я провинился? Только попробую. Только попробую. Только попробую. Только попробую. Только попробую упасть. Замечательно. Есть. Окей. Я могу встать на воду? Погодите. Погодите. А что это кто-то делает? А? О-оу. О-оу. Что это за место? Что это за место? Что мы здесь делаем? Я не понимаю. Погодите. Тут дверь. Дверь ведет. Обернись. Эта дверь должна открыться. Что за картинами? Я боюсь. Тут ничего. Окей. Тут ничего. Окей. И тут ничего. Очень мне интересно, что мы здесь делаем, конечно. Что это за такое место? И как будто бы сюда нужно поставить три каких-то предмета, да, в эти рамки? Ммм. Интересно. Три предмета, говорите. Три предмета. Но у меня два кристалла. А? Чего? Непонятно мне. Немного мне непонятно. Ладно. Хорошо. Мы вернемся на паркур. Только куда меня вернут? Куда меня вернут? Если меня вернут в самое... Не вернули в самое начало, друзья. О, ес. О, ес. Обожар. Так. Открылась. 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 Есть. Есть. Обернись. Бум. Лифт. Лифт. Есть. Но мне было сказано 4 кристалла. Но как тебе это выживание? Я думаю, ты долго догадывался о той двери в картине. Но это была только разминка. А вот я не понял, что было в картине. Там была еще одна рамка. Как будто бы мне туда нужно было положить как раз-таки тот самый четвертый кристалл, про который мне говорили. Поэтому я не знаю. Но это была только разминка. Жду не дождусь, когда ты будешь проходить следующее испытание. Уху. Окей. Я... Я... Если что, я не... Я не хочу возвращаться за четвертым кристаллом. Я бы не нашел. Сквозь здесь ты быстро прокатился. А чтобы попасть в следующее испытание, тебе придется потерпеть. Ну ничего. Зато ненавистно от тобой выживание пройдено. Ты же... Ты... И как ты уже понял? Твое следующее испытание. Дроппер. Я специально посчитал, чтобы только про прошли его. Окей. Окей. Ну договорились. 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 Поехали. Обернись. Бум. И поехали на дроппер, друзья. Ну что? Я думаю, мы должны затащить. Я думаю... Знаешь, куда мы едем? Не поверишь на дроппер? К поверхности. Да ладно. А ну в принципе логично. Наконец мы оба видим какой-никакой свет не вновь. Серьезно? А потом опять вниз. Это печально. Ну да, дроппер же... Да, дроппер-то вниз. Он говорит, ну да ладно, ничего страшного. А может я смогу сбежать? Ну да ладно. Посмотрим. 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 Так. И долго? Мне было написано, типа, набраться терпения. Долг. Может быть долгий поезд на лифте. И вот, наверное, это он и есть, да? Мы куда-то долго едем. Окей. Ну, ребят. Ну, как бы... Ну да. Еду я, наверное. Или не... О, приехал. Подождите. Идет проверка карты. Подготовка карты. Хорошо. Только про... Могут пройти этот лабиринт, мне сказали, да? Ну, давайте посмотрим. Обернись. Ты еще не устал? Пока нет. Пока нет. Еще силы на месте. Пока разомни ноги. Тебе не пригодятся. Окей. О, только не сложный дроппер. Я обожаю дропперы, но когда делаю... Когда очень сложный дроппер, это прям... Это прям... Это прям дичь. Уф. Ну, теперь ты, надеюсь, понимаешь, почему мы так долго ехали. Мы сейчас прямо у поверхности. Да, я вижу. Я вижу. Хорошо. Что мы видим здесь? Давайте посмотрим. Откуда? Окей. Я вижу воду. Что если мы сделаем... Окей. Голосы лифта. Внимание. Покиньте кабину. Дверь закроется через. Один, два, три. Окей. Хорошо. Наверное, надо было через три, два, один. А через один, два, три. А, все, ошибка в карте. Все. Все. Фу-фу-фу-фу-фу. Плохая кабина. Я шучу, друзья. Окей. Давайте попробуем. Попробуем понять. В принципе, вот это место, где я прыгнул, оно не такое уж и плохое. Вот. 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 Серьезно? Вот так вот со второго раза. Допустим. Но это же не конец. Это же не может быть весь дроппер. Явно же, да. Стоп. Прошел это, походу. Я не учел. Лианы, которые там уже очень долго растут. Но ты не думаешь, что... Погодите, какие лианы? Я все прошел честно. Единственное место, где лифт может остановиться, это поле со школьными вопросами. Оно было спроектировано для того, чтобы из-под ума могли вспомнить некоторые базовые вещи. Правда, некоторые вопросы в повседневной жизни не встречаются. Для тебя это не мучение постоянно ждать. Это, ну, немножко мучение. Ну, ну, ладно. Хочешь узнать, что произойдет, если ты покинешь эту пещеру? Ой, не хочу портить сюрприз. У тебя есть клаустрофобия? Да нет, вроде. Потому что она может возникнуть во время езды на лифте. Ты никогда не задавался вопросом, кто это построил? Ведь, находясь на 20 километров под землей, невольно задаешься вопросом. Рекорд человечества под затяжением глубины коры всего 12 километров, насколько я помню. Вроде бы, да, я тоже помню этот факт. Интересно. Ох, бедный подписчик, наверное, ждет своего спасения. А ты тут на лифтах катаешься? Не стыдно? Странно. Вроде я ставил таймер на прохождение, а он завис как-то. Окей, хорошо. Таймера я, кстати, да, никакого не видел. Так как мне было сказано что-то про время. Время не резиновое. Или что-то такое мне было написано. Ну, да ладно, мы приехали, слава богу. Поэтому давайте посмотрим. Обернись, обернулся. Я не могу ходить, кстати. Я, я, я... Оп. Угу. 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 Мы прошли дропер? Это только... Голос из лифта, извините, но по каким-то причинам лифт не может ехать. Ну вот скажи мне, зачем ты это... В это ввязался? Сидел бы ты сейчас дома, пили очередной видос, но нет, тебе надо было найти приключение себе на голову. Ты бы... Тебе бы никто даже за смерть того парня не предъявит. Ну ладно. Не хочешь как хочешь, решай эти глупые вопросы. Ребят, как я уже сказал, подписчикам мы спасем 100%. Это вообще не обсуждается. Может обсуждаться избиение стола и что угодно, но подписчикам мы спасем. Ребят, это реально был дропер? Я реально его затащил за второго раза. Окей. О чем гласил закон Паскаля? О, черт. Это что-то знакомое. О кинетической потенциальной энергии от давления жидкости и газов. Паскаль. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Думаю все-таки о кинетической потенциальной энергии. О-оу, ты серьезно? Как энергия может быть чьим-то законом? Это вообще принятые правила. Но я ненавижу, когда допускаются ошибки. Так что подписчика тебе не видать даже в сырой земле. Чего? О-оу, что происходит? Нет, 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 погодите, нет, нет, нет. Я что, подписчика не спасу теперь уже? Ответь на школьные вопросы. А. О, отправленный ответ. О, все хорошо. Ладно, ладно, все хорошо. Мы здесь, мы снова здесь. Ничего страшного, друзья. На какой из табличек указан математический одночлен? А-а-а. Да что ж ты делаешь? Ты вообще в школу не ходил или нет? Ребят, какой еще многочлен? Я не помню такого. Никогда не знаю. Ничего не ходил, никуда не знаю. Что? 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 Уберите эти звуки. Они меня, они меня стремают, друзья. Что происходит? Окей, я понял, я провалил задание. Можно мне заново вернуться? Или это, так сказать, мои мучения, которые я должен пройти? Через которые я должен пройти за то, что я неправильно ответил на вопрос. Окей, значит, бум. И значит, все-таки умножить вот это. Окей, хорошо. Следующий вопрос. Ой, пожалуйста. В каком году было крещение Руси? А ты настолько глуп, как не казалось. А, это, погодите. Это на предыдущий ответ правильно нам сказали. Крещение Руси в 988 году. Окей, хорошо. Черт, плотность воды. О, черт. Погодите, это последний вопрос. Это последний вопрос. Пожалуйста, ответь правильно. Все вопросы были правые. На правую кнопку. По идее, теперь лево. О, нет. Каждый вопрос, это была правая кнопка. Вы серьезные? Опять мне нужно слышать этот шепот мне в ухо. Ну, окей. Договорились. Да, пари, пари мне еще. Пари мне в ухо. Давай. Окей, все, поехали. Мы теперь знаем. Мы тебя знаем право, право, право и право. Окей, договорились. Хорошо. Бум. Изи, друзья. Это было настолько изи, я ответил на все вопросы неправильно. Кроме крещения Руси. Ну, да ладно. Обернись. Все, мы готовы ехать? Фух. Поехали, друзья. Слушайте, пока что карта работает идеально. Я не знаю, подписчик мне писал про координаты на всякий случай. Но пока что все работает реально идеально. Скажи, это были самые простые вопросы. Ну, теперь понятно, почему эту камеру назвали камерой для реабилитации пациентов с повреждениями мозга. Ну, да, так и есть. Тебе еще не надоело уже на этих лифтах ездить. А то складывается такое ощущение, что эти лифты отнимают больше времени, нежели отнимают испытания. Так и есть. Ну, нет, я бы не сказал. Они, в принципе, не такие уж и долгие. Но мне нравится то, что это не просто долгие лифты, где ты тупо ничего не делаешь, со мной общаются. То есть автор много текста прописал, поэтому это гигантский лайкос. Зачем мне вообще такую камеру создали? Здесь только недоумок не сообразит закономерность. Ну, теперь твой любимый, наслаждайся. Я сам это построил. Подождите. А, паркур. Оберинт. Окей, ну давайте посмотрим, что за паркур, друзья. По идее, нужно затащить. Правильно ведь, друзья? Правильно. Я затащил паркур с... Хотя, если так подумать. Вот мини-паркур, который был на выживании, он был не очень-то и легкий. А если это будет настоящий паркур, то давайте посмотрим. Согласно догадаешься, или мне сказать, что это создатель карты. Можешь поставить какой угодно фофф. Ну, это я уже сам сделал, не волнуйтесь. А, хотя, в принципе, я теперь понял. То есть подписчик... А, ну он мне... Смотрите, какой он умный. Он знал, что я не могу паркурить с другим фоффом. Я привык к 90, да? И он мне специально разрешил поменять здесь. Наверное, он все-таки реально хотел, чтобы я поставил фофф 70 на всей карте. Ну, серьезно? Это так важно? Вы думаете, это реально настолько важно? Я думаю, ничего страшного, да, друзья? Ну, ладно. Воу-воу-воу-воу-воу! Куда? Погоди, что произошло? Что это было? Что это было? Непонятно. Ну и начинается, друзья. Начинается... Начинается падение кекса. Так, так, так. Это изи. В принципе, я вижу чекпоинт. Поэтому это уже хорошо. Хорошо, что они существуют. Я думаю, мы должны затащить... Это сюда, это сюда. Как я упал только... А! Так, так, так. Здесь барьер. Где барьер? Вот барьер. А я-то думал. А я-то думал. Чего ж меня за голову-то такой дергает? Как... Каким образом я падаю? Ну, вот теперь понятно. Это, кстати, не очень удобный паркур. Я сразу могу вам это сказать. Потому что здесь лестница мне мешает прыгать. Погодите. А вот здесь не мешают. А! А вот здесь не мешают. Изи, друзья. Изи, изи чекпоинт. Вуаля! И вуаля! Скорость и зеленая это прыгучесть бесконечная. Поэтому ладно, поехали. А, знаете что? Я такое обожаю. Давненько у нас не было паркура с эффектами. Поэтому поехали. По идее. Это мы... Да. Нет, я хочу это прям пропрыгать как профессионал. Потому что, ну, я вообще-то заявлял уже несколько раз, что я профессионал паркура. Поэтому мне уже нужно это каждый раз доказывать. Чтобы, ну, не быть каким-то тем самым вруном. Поэтому, ладно. Давайте посмотрим. По идее... Ну, вот это был не очень приятный прыжок на вот эту последнюю цепь. Поэтому придется повторить, друзья. Придется повторить. В принципе, можно было это и распрыжечкой пройти. Например, вот так. Смотрите. Раз. И два. Окей. Идею вы поняли. То, что я хотел сделать. Я хотел сделать именно эту распрыжку. Но как-то вот не задалось. Не получилось. Давайте посмотрим. Вот сюда. И теперь. Мы готовы? Поехали. Серьезно. Так. Теперь стоп. И поехали. Раз. Два. Ага. Вот как это я хотел пройти. С самого начала. И чекпоинт. Слава богам. Можно немножко передохнуть. Что мы видим? Мы видим... Мы видим... А, мы видим то, что у меня убрали все эффекты. Это, конечно, очень мило. Очень хорошо. Как это? Что здесь надо сделать? Простите. Я не понимаю. Куда? Как? Что? Где? Вот сюда? А, походу, реально нужно вниз. И потом подниматься по шулькерам. Вот такие шулькеры по диагонали. Это круто. Единственная проблема. Это будет сделать разворот. Вот туда, но в другую сторону. Поэтому, ну, посмотрим, друзья. Я думаю, должно получиться. Так, все. Приноровился. Поехали. Это вообще без проблем. И вот теперь нужно сделать разворот-поворот. Ну, как можете видеть. Реально профессионал, друзья. Где вы еще видели такую кеглю? Где вы еще такую кеглю видели? Так, здесь над головой ничего нет. What is that? Прыжок в четыре блока? Мне показалось, что этот прыжок намного дальше. Ну, ладно, поехали. Раз. И два. Теперь раз, два, три. Стоп. О, нет. У меня есть идея, наверное, как это можно пройти. Это будет опасно. Не хочется умирать, но поехали. Раз и два. О-о-о. Неплохо, друзья. Что я могу сказать? Так, литра есть. И теперь что мы должны? Типа, вот как бы вот так. Поедете, чекпоин? Нет, черт. Там реально будет чекпоин. То есть, по идее, я могу что, встать туда? Вот так. По идее, да? Если ты чекпоин. Так. What? 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 Окей, окей, окей. Хорошо. В какую сторону вообще? Вроде бы нам в эту сторону поехали. Слушайте, пока что все мне очень сильно нравится. Кроме вот этого очень маленького кольца, в который я не могу пролететь. Но я думаю, мы разберемся. Правда ведь? Примерно вот так. Угу. Неплохо. И теперь я предполагаю, что нам нужно сделать раз, два и три. Фиолетовые. А вроде бы это бесконечная левитация. Представьте себе, я запомнил. Как кто бы мог подумать, что я запомню? Что она нам дает? И вроде бы я знаю, что это за такое испытание. Такое, кстати, очень интересно. Мне это напоминает такие испытания, которые были в свое время, когда я играл в KSS, в KSS Source, еще старую, добрую KSS. А, погодите. Нет, это все-таки левитация на время. Окей. И там были... Я играл на Дезеране. Дезеран, ну, Deathrun. Есть даже в Майнкрафте такие темы. Ну, короче, я играл на разных таких серверах. Я был мелкий. Это было так много, давно, много, так лет назад. И там были вот такие некоторые приколы. Где ты магнитит головой какой-то вот такой палки. И тебе нужно по ней ездить. Еще вот стрейфить в разные направления, чтобы скорость набирать. Короче, круто. Не знаю. Ну, вот такую историю жизни рассказал. А что вы от меня хотите? Стоп, погоди... А? Погодите, я думал... Я думал, это не так работает, как я думал. Точнее, я думал... Точнее, я думал, это работает, как я думал. Но оказалось, что это работает не так, как я думал. То есть... Окей. Ладно. Погодите, левитация. Я могу дальше лететь. Ага. Слушайте, а... А я... А... Ну... Крылья в ненужный момент, и было бы неприятно. Да ладно. О, опять же, 10 секунд. А можно мне... Ребят, я знаю. Я знаю, я читерю. Ну, ребят. Ну, ну, если есть такая возможность, почему бы не воспользоваться? Правда ли, друзья? Пять эндерпёрл, что это означает? И бесконечная левит... Окей, погодите. Чем мы занимаемся? Куда мы идём? Окей, это... Это лабиринт, который нужно очень аккуратно пройти, чтобы не задеть лаву. И пока что это получается. Слушайте, вот такой паркур очень мне нравится. То есть... Это очень необычный паркур. Потому что здесь совмещены различные эффекты. Например, вот та же самая левитация и так далее. Плюс он какой-то не... А-а-а-а-а-а-а-а. Довольно, не надо, не надо. Не гори, не гори, не гори. Дыши, 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 дыши. Жужжи. Окей, это неприятно. Я надеюсь, я потухну. По идее, должен, да? Окей, будем аккуратно. Очень аккуратно. Видите, левитация бесконечная, да? Окей, замечательно. Хорошо, потух. Потух петух, поэтому можем... Чего мне дали первого? Можно мне как-то телепортироваться, нет? Ладно. Очень осторожно. Очень осторожно. Кегля. Вот такой вот проход по диагонали не очень приятно проходить, но еще чуть-чуть осталось. По идее, я надеюсь, вот здесь уже будет скоро конец этого лабуринта. Правильно ведь, друзья? Нет? Походу, неправильно. О май гаад. Да то... Окей, хорошо. Ну, ребят, я это пройду по-любому. Правильно ведь? Можешь мне литру надеть и прям пролить через всю лабуну? Ну ладно, нет. Все, больше... Больше... Ой, как неприятно гореть, как не люблю гореть, друзья. Наверное, это самое неприятное ощущение в Майнкрафте, которое можно испытать, это когда ты горишь. Правда ли, друзья? Ну или же когда на тебе есть сушение, хотя я думаю, все-таки неприятнее, когда ты горишь, потому что у тебя половина экрана занимает вот этот огонь. О, наконец-то, боже мой Уху Погодите, куда? Что? Как? Убить себя А может не надо? Только не говор... Эндер перл Я за... О, не Хе-хе-хе Почему я... Почему я такой дурак? Почему? Так, окей, я снова здесь И что мы делаем, по идее? Стоп, а чёрт, я не то сделал Одну секунду, может быть Как-то так? Нет? О-оу Погодите, друзья Погодите, что мы должны сделать? Я понял, я понял Смотрите, бум, и... Ага Так Так Сундук Я... Как вы думаете? Как вы думаете, я активировал Точнее, спампоинт или нет? Окей, я пропишу килл Я сдаюсь Я сдаюсь, я сдаюсь, я сдаюсь Я сдаюсь И что это значит? Погодите, друзья Где, чёрт возьми, я нахожусь? Там же... Погодите, что это за место? Это опять лифт? Но я же там ещё кучу всего не прошёл Обер... Погодите, ребят Погодите, погодите, погодите Конечно... Я не понял, что я сделал Я не понял, что я сделал Там были сундуки Там были... Ну... Или это какой-то секрет Здесь, внизу А потому что, как ещё бы я сюда бы дошёл Это реально какой-то секрет я нашёл Окей, куда отведёт нас этот лифт? Подождите Хорошо Я жду текста, который со мной будет разговаривать Типа, объясните мне, пожалуйста Что здесь происходит Потому что я не понимаю Не ожидал, но в следующий раз будь повнимательней О, ну в последнем испытании Тебе нужно напрячь свой вниматель... Погодите, я прошёл Так... Это был скип? То есть я нашёл секретную локацию, где можно было побыстрее... А? Ребят, я ещё не понял Что было написано? Тебе нужно напрячь свою внимательность и фотопамять до упора Ну... Давайте посмотрим Посмотрите, насколько это будет сложно А... Бум И поехали Я уверен, что сейчас со мной будет автор разговаривать Как вы думаете? Ну, наконец, ты уходишь от меня А то со своим радостным настроением мое настроение портишь. Ну, погоди, я уже... А, ну да, я почти ухожу от тебя. Ну да, это последнее испытание, поэтому, в принципе, мы уже на волоске от того, чтобы пройти, уйти, спастись, спасти подписчика. Правильно? Правильно, окей. В принципе, лифт-то не такие уж и долгие. О, брату тебя. Ну что ж, последнее испытание. Родные узнают, что я был здесь. Вот, проходишь, забираешь подписчика и уходишь на свободу. Окей, а если не прохожу, что будет? О, нет, только не слепота. Так, включаем фотопамять, да, друзья, нет? Что это за плита, почему это так много? Короче, друзья, действуем по нашей старой доброй стратегии, которую я давненько уже не использовал. Ой, как громко, давайте чуть потише делаем. По нашей старой доброй стратегии держаться левой стороны всегда. Кого он еще убил? Окей, окей. Окей, и кого же он еще убил? Это хороший вопрос. Поглядите, а кто кого убил? Кого-то убили? По идее, просто подписчиков плинули, что это? Где девятнадцатый? Мне показались чьи-то кости или... Или... Окей. Так, фотопамять я, конечно, уже никакую не включил и не включу. Я без понятия, где мы находимся. Вот, только не... Ну, серьезно? Серьезно? Окей, мы идем по правой стороне. Попробуем новый путь. Попробуем... Что здесь написано? За что мне это? Не знаю. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Ладно, идем, держимся все время правой стороны. Давайте посмотрим, куда нас она приведет. Зажгите свечи, замените... Оп, потушил. Ну ладно. Я не знал, что нагорелось. Извините, извините, извините. Сори, сори. Видите, я кругами хожу. Да я сейчас сначала вернусь. Правильно? Или неправильно? Блин, ребят, я фиг знает, где я нахожусь. Ничего не вижу, ничего не понимаю. И вообще тут так много лиан, которые, во-первых, не мешают, из-за того, что они меня тормозят. Во-вторых, а вдруг нужно будет куда-то сползти наверх. И я это пропущу случайно. Это будет неприятно, да? Зажгите свечи за меня, говорят. Окей. Договорились. Как будет возможность, обязательно сделаю. Но не сегодня. Не сейчас. Все-таки. Да, мы пришли. Здесь время как будто замедленное. Есть такое, да? Мне кажется, здесь кто-то есть. Или это уже... Или это уже шиз? А, ну, блин. Шиз, наверное, все-таки. Ребят, я реально вообще дезориентирован полностью. Как будто бы я здесь уже был. Так, все, я пошел рандомом, друзья. Я пошел рандомом. Все, я больше не держусь никаких сторон, потому что здесь, походу, есть петли. И если мы идем по петлям, то это... Это бесконечно. Мы можем ходить кругами. Поэтому вот давайте пойдем вот в эту сторону. Вот здесь есть свет. И теперь мы пойдем куда-то вот в это направление. Правильно ведь? Или неправильно. Вот здесь налево. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Теперь пойдем примерно вот сюда. Опять. Нет. Ну, и здесь... Нет. Нет, 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 нет. Я отказываюсь. Я отказываюсь. Может, мне нужно через них перепрыгивать, что ли? Вот через эти плиты, которые розовые. Которые отличаются цветом, которые меня телепортируют обратно, назад, в самое начало. Потому что иначе, иначе как я должен? Я не хочу, чтобы меня телепортировали. Алю? Так, 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 так. Наконец свобода. Нет, не может быть. Нет, это подвох какой-то здесь. Погодите. Наконец, наконец, выход. Серьезно? С такими-то стрёмными звуками на фоне. Что, как, а, за, 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 за. Еще лоби... Если меня... Этот ад просто продолжает. Окей, продолжается. Ребят, если меня опять телепортируют, но в самое начало, я... Я просто сгорю. Потому что я без понятия, как я сюда пришел. Я вообще не понял. И это, типа, второй этаж, да? И сколько здесь этажей будет? Это очень хороший вопрос. Окей, главное, не наступаем на плиты. Не наступаем на розовые плиты. Смотрим внимательно. What? Нет! Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Стоп! Нажми на плиту под тобой. Это я, я, нет. Погодите. Это же опять начало. Погодите. 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 Так все-таки я прошел. О май гаад. О май гаад, мы это сделали. О май гаад. Это, который мы делали целый месяц, господа мои любимые подписчики. Ребят, спасибо вам огромное. Карта была шикарная. Лабиринт был слишком жесткий. Можно чуть-чуть полегче лабиринт. А так, в остальном все супер круто. Идеальная карта. Крутость уже. Эта атмосфера просто шикардосная со звуками. Вау. Тридцать семь из десяти ему поставил. Из девяти. Тридцать восемь с половиной из десяти. Нет. Тридцать восемь с половиной из девяти с одной четвертью. Вот моя оценка. Надеемся. Также надеемся, что карта не доставила много проблем с багами. Ни одного же бага не было. Правильно вы, друзья? Ни одного бага. Класс. И если она в какой-то момент сломалась, знай. Ты к этому не причастен. Ничего не сломалась. Все идеально, ребят. Спасибо большое. А не так парить из-за того, что вдруг будут баги, а багов-то и не было. Насчет четырех знаков их не было. А? Каких знаков? Я даже их не искал. Погодите, оцени карту. Я уже оценил. Мы это сделали, друзья. Мы это сделали. Мы это сделали. Мы это сделали. Дайте мне посмотреть на карту. Погодите. Эффект клир. Простите. Ох ты боже мой. Посмотрите на это все. Вот она. Вот она вся карта. Подписчики старались и сделали. Офигеть. Единственное, у меня есть вопрос. Прежде чем мы закончим, я хочу посмотреть. Вот где у нас был паркур? Вот, 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 вот. Смотрите, вот, вот, вот. Смотрите, что у нас было в этом сундуке? Молоко. Зачем? Непонятно. Потому что я, я не знаю, я нашел секретный проход вот здесь. Да? А если бы я вот этот паркур бы прошел? Здесь тоже лифт. В принципе, мы нашли сокращалку, да? Или погодите. Голос из лифта. Извините, но данный лифт сейчас не работает. О май гад. Люди всегда наивны, когда испуганно отключают широкое зрение. Если ты не понял, то это не та кнопка. Чтобы наверх попасть, надо спуститься. Ребят, какой я молодец. Я правильно лифт нашел сразу. Я случайно нашел. Плюс 4 с элитрами, но, ну, ребят. Окей, давайте взорвем этот паркур. И вообще всю эту карту, ребят, это была супер карта. Мне очень сильно понравилась. Поэтому я надеюсь, вам тоже понравилось. Вы обязательно оцените ее в ваших, так сказать, комментариях. Напишите что-нибудь. Не знаю, ставьте лайкос. Поддержите авторов. Пусть делают обязательно нам вторую часть. Ну, они нам писали. Продолжение следует. Поэтому обязательно будем ждать. Потому что это было реально круто. Очень посвергнутся звуками. Продолжайте, но в том же духе. В последнее время карты, которые имеют кастомные звуки. Моды и так далее и тому подобное. Это самый сок. Именно поэтому я и говорю то, что самые обычные, очень такие вот типичные карты с паркур, дропер, лабиринт, выживание. Ну, такие мне уже просто приходится пропускать. Потому что, ну, мы такое видели миллион раз. Много подписчиков придумывают что-то новое. А очередь становится все больше и больше из-за обычных карт. Я прекрасно понимаю, что вы старали. Каждая карта важна. Потому что каждый подписчик старался и потратил на нее время. Но, ребят, я не знаю. Или же вы... Не знаю. Придумайте вы что. Какой еще выход есть, друзья? Какой еще выход есть? Не знаю. Ну, надеюсь, вам, ребят, понравился сегодняшний видос. Субтитры делал DimaTorzok Подписывайтесь на канал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok